Уважаемые дамы и господа, завершились переговоры между Эмиром государства Катар и президентом Российской Федерации. Наши лидеры встречались не первый раз. Его высочество Эмир посетил церемонию открытия Олимпийских федераций в Сочи в феврале 2014 года и имел тогда уже встречу с президентом Путиным. В целом, политические контакты носят регулярный характер. В августе прошлого года я посетил с визитом в ДОХУ, где был принят его высочественным миром и провел содержательные переговоры с моим другом и другом господином министром Халида Балятыя. В декабре господин министр в прошлом году в декабре посетил Москву, где мы также рассмотрели целый ряд двусторонних и региональных проблем. Прежде всего, в контексте урегулирования различных кризисов на Ближнем Востоке и на Севере Африи. В ходе сегодняшних переговоров, Ее Высочество Эмир и президент России подтвердили твердый настрой с обеих сторон на дальнейшее укрепление и углубление сотрудничества в самых разных областях. Несмотря на скромный объем товара оборота, были даны поручения выполнять те договоренности, которые были достигнуты в прошлом году на первом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. angar. обеспечить более тесные вовлечения в эту работу деловых кругов, опираясь на уже установленные связи между Российским Фондом прямых инвестиций и Катарским инвестиционным агентством. В целом инвестиционное сотрудничество с обеих сторон было расценено как главный приоритет, и нам отрадно отметить, что российские компании, такие как «Газпром», «Лукойл», «Интеррау», «РЖД» проявляют прямой интерес к сотрудничеству с катарскими партнерами. При обсуждении наших общих задач в сфере энергетики, его высочество эмира, президент России договорились использовать как двусторонние каналы взаимодействия, так и наше сотрудничество по линии контактов между ОПЕК и государствами, не входящими ОПЕК, а также в рамках форума стран-экспортеров Газпром. 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 Сегодня министрами иностранных дел ГУО государств соглашений о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов. У нас традиционно тесные связи в области спорта и сегодня его высочество и мира президент Российской Федерации подтвердили обоюдный настрой на самые тесные взаимодействия в этой области, в том числе в контексте подготовки к проведению чемпионатов мира по футболу в России в 2018 году и в Кадре в 2020 году. При обсуждении международных проблем, его высочество и мира президент России основное внимание по понятным причинам уделили взаимодействию по регулированию сирийского кризиса, в том числе в рамках международной группы поддержки Сирии, куда входят и Россия, и государство Кадар. Мы подтвердили на уровне глав государств приверженность достигнутым в Венской группе договоренностям, которые были закреплены в резолюции Совета Безопасности ООН и предполагают необходимость обеспечить все условия для того, чтобы сирийский народ сам свободно определил свою судьбу. Мы рассчитываем, и Кадр, и Россия, что в соответствии с имеющимися договоренностями, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности, переговоры между правительством в Намаске и сирийской оппозицией начнутся в самое ближайшее время уже в этом месяце. Наши лидеры также затронули вопросы, связанные с положением в Йемене, Ливии, в других странах ближневосточного региона. Была в целом подтверждена обоюдная нацеленность на то, чтобы в рамках международных усилий повышать эффективность антитеррористических действий. Согласованы конкретные шаги, которые могут способствовать этому, и Россия, и Кадр будут и далее стремиться к обеспечению максимальной результативности борьбы с террористами. У лидеров наших стран также единая позиция в том, что за всеми этими сегодняшними горячими кризисами нельзя забывать о палестинской проблеме, о необходимости возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем на основе имеющейся международной правовой базы с целью достижения двухгосударственного урегулирования создания государства Палестины, который будет в мире и безопасности жить со всеми своими соседями. В завершении переговоров, его высочества. премьера, президент Российской Федерации, договорились оставаться в тесном контакте по всем этим и другим вопросам. В этом вопросе, я благодарю, что я благодарю, что я благодарю, что я благодарю за всем этим вопросам. Спасибо. Спасибо. В первую очередь, позвольте поблагодарить своего коллегу, министра Сергея Лаврова и его лица правительства народа России за гостеприимство. В первую очередь, хочу отметить, что благодаря сегодняшнему визиту двусторонние отношения получили значительный импульс. Мы видим политическую волю двух сторон в том, что касается необходимости продвижения отношений наших стран на новое укрепление политических отношений. А вот я答ею, что это встало страны, к примеру, чайх Тамибы Аль-Ятани, эмир к Катаре, и кượng Республики Путин, Республики Руссии, в том, что отношения отношений с кем-то России для crus, и республики Руссии. Отмечаю стремление и желание Его Высочества Эмиро-Тамима Аль-Тани и президента России Владимира Путина укреплять и дали двусторонние отношения. Как уже сказал мой коллега, сегодня были обсуждены все аспекты двусторонних отношений. И была подтверждена необходимость продолжения укрепления этих отношений. Среди отраслей сотрудничества могу выделить в сфере энергетики и инвестиций. Так как у обеих сторон есть реальное желание укреплять сотрудничество добиваться стабильности на рынках энергоносителей. Это должно быть сделано в том числе путем диалога между производителями и потребителями. Все это происходит на фоне падения цен на мировых рынках нефти и газа. И здесь также была отмечена необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами в том, что касается торговли с жиженым природным газом необходимо повышать долю СПГ в нашей торговле. И необходимо также использовать жиженый природный газ в том, что касается борьбы с проявлениями климатического потепления. Главы России кадра подтвердили свое стремление добиваться тех целей, ради которых был создан форум стран-гаспортеров газа. Что касается политических вопросов, то были рассмотрены проблемы стран-регионы и основные международные вопросы. Все это в рамках стремления двух стран добиваться стабильности на региональном уровне и мира по всему миру. Был подтверждена необходимость более тесного сотрудничества в рамках международного сообщества. Сближение точек зрения различных сторон для того, чтобы добиться мира. Особенно это касается стабильности и безопасности в регионе Ближний Восток. В этом вопросе позиции России кадра совпадают. Была подтверждена необходимость того, чтобы сделать Ближний Восток зоной свободной от оружия массовой уничтоженной. Руководители также обсудили палестинскую проблему. Мы считаем, что необходимо оказать давление для того, чтобы снять незаконную нелегитимную блокаду с сектора газа. Прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу. Разумеется, основное внимание было уделено сирийской проблеме. Особенно в свете меняющейся международной обстановки. А также в свете ухудшающей сегментарной ситуации сирийцев во многих регионах из-за блокады. Где люди лишены доступа к продуктам, медикаментам и не могут осуществлять основные потребности. Мы считаем, что сирийский народ постигло групповое наказание. И руководители двух стран договорились о том, что необходимо искать политическое решение в Сирии. И с тем, что лидеры договорились интенсифицировать усилия для того, чтобы положить конец боевым действиям, убийствам и голодам. Имеется в виду голову гражданского населения. Также было условно добиваться того, чтобы сирийский народ смог выразить, осуществить свою волю. И для этого необходима поддержка арабских стран и международных игроков. И руководители договорились о том, что промедление в том, что касается решений сирийского кризиса, приведет лишь к дальнейшему ухудшению постановки и развития. Это грозит, в том числе, ухудшением религиозного противостояния. И мы подтвердили со своей стороны неприемлемость раскола по религиозному признаку. Катар, Катарское руководство подтвердило, что оно всегда с должным вниманием относится к проблемам региона. И мы подтверждаем, что Катар не поддерживает никакую форму насилия и терроризма в России. И мы считаем, что положить конец терроризма можно лишь путем возвращения гражданам их равных прав. В завершении лидеры договорились о том, что Катар и Россия смогут сыграть позитивную роль в том, что касается установления стабильности и безопасности в регионе. В заключение, благодарю своего коллегу и другу Сергея Лаврова за эту встречу и за определенное время. Спасибо. Спасибо. Спасибо.